Итак, есть ли упражнение, которое поможет эзотерически и энергетически избавить человека от всех заболеваний? Да, данное упражнение есть, это мой ответ. Данное упражнение существует, это упражнение, которое широко используется в разных эзотерических и культовых системах. Это в буддизме используется, это используется в удаизме, индуизме, в шиваизме, в тантризме. Используется это в иудаизме, я уже говорил, в христианской религии, в исламе, практически во всех эзотерических и религиозных направлениях существует такое упражнение. Это упражнение, когда человек кланяется. Оказывается, существует определенное упражнение, в ходе которого человек избавляется от всех заболеваний. Человек должен ставить вот так вот руки, согнутые так, чтобы ладони были возле его лица, и делать очень неглубокие вот такие вот поклоны. В случае, если он делает, сидя, такие поклоны и делает 5 минут утром и 5 минут вечером, эффект улучшения общего самочувствия может быть уже на протяжении первых 3-4 дней. Можно ли избавиться от очень тяжелых заболеваний? Да, скорее всего, можно. Доказательства книги Серафима Саровского, где он говорит о том, как поклоны могут вылечить человека. Далее, истории, которые можно прочитать о преклонении перед Матроной, что они делают. Они там многократно по 108 или там по 200 раз кланяются, а также истории христианские, когда очень долго и часто кланяются. Также в момент обхода горы Кайлас люди делают поклонение, и после этого простирание делают это многократно. Так вот, что человек простирается и встает, это один раз. Что человек вот так вот делает, это тоже один раз. Не нужно никого представлять, ничему посвящать, в случае, если человек в течение дня делает вот так вот очень много-много раз. А в иудаизме человек делает вот так, когда читает, допустим, шму с утра или в синагогу приходит, читает молитву. Когда человек делает многократно вот такие движения, он становится существом, которое говорит о том, что в нем существует вера. В случае, если есть вера, тогда человеку можно помогать. В случае, если веры нет у человека, тогда ему никакая сила не поможет. Почему смысл помогать человеку, у которого вера отсутствует? Потому что, если помочь человеку, у которого вера отсутствует, то это приведет к тому, что человек скажет, я это сделал. Это увеличит его амбициозность и эгоизм. Человек при жизни может посчитать, что он всемогущий, очень властный. Ну, вы знаете о таких людях, такие люди были. Это великие императоры, которые прославились тем, что убивали вокруг себя огромное количество людей. Это Иосиф Сталин, это Гитлер, это очень много людей таких, понимаете. То есть люди достигали определенных, люди начинали достигать и взращивали в себе амбициозность, становились очень сильными, влиятельными, и после этого вокруг них происходил крах. Почему? У этих людей не было веры. Это поклонение. Еще раз хочу показать, как это делается. Человек ставит вот так руки, делает вдох, удивляясь, и так. И таким образом, 108 раз или 5 минут утром и вечером, если у вас сегодня болит позвоночник, ноги или еще что-то, сделайте так вечером, завтра утром, и поделайте это на протяжении недели. Вы будете приятно удивлены, как такое простое, очень несложное упражнение может убрать у человека тяжелые болезненные состояния или даже тяжелые заболевания. Это же уникально то, что я даю. А скажите, вы до этого где-нибудь читали об этом? Или хоть кто-нибудь вам когда-нибудь об этом рассказывал?